здравствуйте с вами цветущая планета и наш видеожурнал сады в отличной форме мы очень рады новой встрече с вами и сегодня приглашаем вас в сад знакомство с которым мы начали в сорок девятом выпуске нашего видеожурнала и те из вас кто регулярно смотрят нашу программу наверняка этот сад узнают итак добро пожаловать в подмосковье в сад инны и владимира шедловских друзья добрый день мы очень рады новой встречи с вами хорошо что к нам приехали два года два сезона по-моему у нас не были сад меняется он меняется каждый сезон мы рады показать вам что изменилось на росли деревья какие-то растения нам не нравятся какие-то растения нам больше нравятся давайте-ка посмотрим ну в этой части нам наверное нравится все почти что это самое старая часть сада меняется здесь очень мало даже наверное не знаю в основном что рассказать кроме того что мы угадали с родогондром мы это поняли в этом году они цвели потрясающе хотя пока еще и маленькие они на открытом месте как будто бы в полной тени но в отраженной свете там очень приятно сюда приезжать если вы захотите это повторить только следите за мужчинами это каждый день почти что вечер и тогда вот такая форма сохраняется 15 минут но не а дальше наверное нужно пройти куда-нибудь где у нас действительно но еще остался кусок теневого сада с которого все начиналось итак мы в одной из теневых частей нашего сада настоящих теневых частей которые в какой-то момент все-таки стало полутеневой и в этот момент наверное была самой красивой сейчас она вернулась в теневую часть ну и я немножечко расскажу что вообще мы делали чтобы мы советовали чтобы не советовали после того опыта который мы за 20 лет получили ну конечно все мы знаем теневые растения у нас хосты папоротники раджерсии но вот оказалось что у нас в тени достаточно хорошо цветет гортензия которая эндлессаммер называется ее конечно надо укрывать за ней конечно надо следить и когда вы ее сажаете маленькую в течение лет пяти вы получаете потрясающее удовольствие мы его получаем до сих пор но если вы решитесь это сделать то вам нужно готовиться к тому что либо придется пробовать ее омолаживать чем мы еще не занимались либо ее в какой-то момент нужно будет совсем удалить посмотрите на размер этих кустов они цветут с верхних почек мало того что с прироста прошлого года поэтому укрывают но еще и с верхних почек в тени они вытягиваются и через какое-то время начинают терять габитус я не буду говорить сколько усилий у нас занимает то чтобы иметь эти кусты хотя бы в такой форме хотя передние их не очень видно уже наклонились мы просто не успеваем но на пять лет это замечательное решение одно из лучших не забывайте подкрашивать в тени она потрясающего голубого цвета который вы видите один из примеров того что мы делаем первый ярус стоят вот такие вот как подставки не подставки которые держат если их не будет будет совсем плохо он просто ляжет всех сейчас не стоит второй ярус потому что в общем сил уже нет было бы немножко красивее было как в прошлом году сейчас к сожалению все верхнее падает тень приросты большие головы тоже большие наклоняются падают вниз и немножечко слов под подкрашивание которые про которые я сказал в общем известно нужно кислые удобрения добавлять но хочу предупредить их надо подобрать даже когда мы начинали были и отечественные удобрения и импортные и я подбирал долго наверное два года и в результате оказалось что вот такой цвет какой здесь мне даже тяжело его как-то назвать он не просто синий как бы ты его назвала какой лазурный да вот наверное лазурного цвета этот цвет давала удобрение для гортензии под названием покон производитель которого сейчас наверное уже не будет и я пытаюсь снова подобрать я пробовал другие удобрения не было такого красивого цвета не отчаивайтесь ищите удобрения я начал искать возможно найду если найдем через два года расскажем ну ну вот теперь еще одно важное замечание про весь этот красивый ряд голубой который вы видели вы наверное удивитесь но с этим рядом мы решили расставаться поскольку все сильнее поднимаются деревья шапки будут мельчать это мы знаем поскольку они все больше поднимаются наверх усилий для того чтобы их держать в таком состоянии будет все больше и больше и больше а результат будет все хуже и хуже и хуже и хуже и хуже к нам когда приезжают сначала поражаются как это как это а мы уже каждый год смотрим и мы говорим а в прошлом то году что было поэтому пока у вас не поднялись деревья пока у вас нету кромешного кромешной тьмы это конечно прекрасно совершенно прекрасное растение и она у нас живет как только она начинает подниматься и мельчать наш совет солитерна проще ухаживать проще найти хорошее место и меньше будет проблем с тем чтобы потом от этого избавляться потому что избавиться от целого ряда это конечно очень тяжело хотя мы понимаем что надо заканчивая тему макрофил так вот солитерная посадки мы конечно оставим вот одна из них она подкрашивается через год поэтому у нее кстати цветы разного цвета это тоже достаточно красиво но мне больше нравится лазурная а когда она солитерная как-то не так страшно с ней экспериментировать потому что за ней выросла анабель ее сейчас не видно которая даст цветы сейчас чуть позже грейстар раскроется будут цветы и тогда какой-то эксперимент с этим кустом омоложение еще что-то он не будет такой страшный поэтому очень хотелось иметь почти живую изгородь она получилась но она долго не живет а это надеюсь здесь очень долго продержится вот такая история с макрофилами и еще не бойтесь делать дорожки в саду менять их делайте как можно чаще он моментально преображается вот к нам приехала цветущая планета чтобы посмотреть что-то новое посмотрите это было сделано вчера полтора дня работы преобразилось это место потрясающе мы теперь будем здесь ходить год и радоваться как будто все новое кругом даже если не лес делайте а в лесу постоянно меняйте не делайте постоянные дорожки кроме основных кустарниковые живые изгороди да вот еще что нового в части передачи опыта это кустарниковые живые изгороди вещь которая очень быстро становится живой изгородью и с нашей точки зрения так же быстро перестает быть живой изгородью особенно если она находится в тени потому что в тени все вытягивается здесь была шикарная изгородь из дёрена уже по крайней мере лет пять мы ей сильно недовольны причем теперь недовольны так что даже вот внешний вид мы заботимся а здесь уже внешний вид не очень потому что по всей видимости она доживает последний год будьте к этому готовы относитесь к этому философски причем если вы понимаете что нужно это убирать просто уберите это не думая о том чем вы это замените это очень редко но мы знаем что работает даже это в частности я на сегодня не знаю чем мы будем это менять но я понимаю что если я это уберу будет еще красивее и я уже к этому готов хотя обидно это был большой труд друзья мои а сейчас мы находимся в партерной части нашего сада ну партерная громко сказано по крайней мере здесь широкий газон с которым мы много лет мучились но мы добились того чего хотели и он это часть это часть замкнутая часть сада как видите мы много очень сажаем хвойников хвойники формируют форму сада и потом у нас такая долгая зима а зимой на хвойники смотреть так приятно обратите внимание почти все хвойники здесь стриженные формы если их отпускать они конечно будут расти но они будут лохматыми неопрятными вы хотите получить форму мы делаем кроме пихты позади меня ну конечно пихта корейская кто ее стрижет никто не стрижет но все остальные стриженные мы стараемся их поддерживать в таком состоянии они нам нравятся и вот лето самая середина лета сейчас самое красивое время цветника не скажу что я большой цветочник но самые основные цветы которые растут у всех это же русский сад это пионы это лилии это флоксы наши верные друзья дельфиниумы обратите внимание на дельфиниумы они очень высокие каждый дождь стремится сломать дельфиниумы теперь о дельфиниумах тоже обратите внимание у нас нет абсолютно солнечной части сада у нас высочинные елки и это тоже полутеневая часть но частично теневая дельфиниумы мы долго подбирали дельфиниумы с ними всегда одна беда вы знаете дождь прошел все упало дельфиниумы лежат мы сделали очень прочные опоры для этих дельфиниумов и теперь они у нас стоят посмотрите как крепко все вытягивается полутеневой сад вытягивается все мы все подвязываем мы не жалеем сил мы подвязываем и тогда цветник получается высокий он стоит на фоне туй он стоит на фоне клёна и нам его хорошо видно я обожаю свой цветник в середине лета еще два слова о колористике посмотрите сколько оттенков зеленого у нас же разные оттенки зеленого туи чуть светлее чуть темнее чуть голубые желтые туи мы обожаем и вот трудно было подобрать цвета в этом цветнике старались подбирать чтобы они постепенно переходили в друг друга но невозможно удержаться от ярких оттенков конечно несколько ярких пятен все равно будут они радуют глаз но на то оно и лето чтобы так радоваться вот партерная часть нашего сада как я говорила правая часть более солнечная цветная левая часть почти полностью теневая высоченные елки почти не бывает солнца и поэтому нам приходится здесь исходить из всех оттенков зеленого зеленое менее зеленое более зеленое и что еще важно мы можем здесь играть формой формы растений которые конечно достигаются стрижкой но стрижка это очень увлекательное занятие посмотрите какие образуются можжевельники вот справа от меня можжевельник это был густой мохнатый можжевельник постепенно из него образуется вот такая вот облачная форма у можжевельников очень красивые стволы мы постарались их выстроить чтобы эти стволы были видны и так же с остальными растениями здесь в тени форма самое главное ну и попросили нас немножко о формовке мы небольшие профессионалы просто нам это очень нравится начать я хочу не с того начать я хочу с того что как правильно иметь друзей потому что все это началось с того как лет 10 назад по моему впервые к нам попала цветущая планета окольными путями и здесь устроили мастер-класс по обрезке того чего было из хвойных растений и тогда мы узнали какие же они должны быть на самом деле и как это правильно делать правильно это делать правильным инструментом с тех пор я пользуюсь только ну это по моему акацуна или кто-то только японским это кованый инструмент он не тупится за ним следится совершенно потрясающе он все время подводится как бритва которой бы я брился если бы это была опасная бритва делаем это мы следующим способом когда он совсем маленький мы сначала просто формируем формируем в свободном стиле подрезая чуть-чуть приросты текущего года они очень длинные бывают и выгоняя ветки на нужную как бы ну какую-то геометрию которая нам нравится ну вот он так растет он так и растет когда он наконец вырос и стал очень большой мы придаем ему форму двумя способами сначала у него везде уже приросты этого года идут но они идут с разной скоростью поэтому мы вот на на примере этого это у нас мин джуле по-моему уже такой разросся китаец мы начинаем делать вот такую процедуру они режут как бумага я не знаю видно это или нет они срезают все те приросты этого года которые выбились которые почему-то ему же хочется все-таки одной веткой расти так вот он почему-то хочет чтобы это одна ветка была на таких красавцах это возможно и в общем я уже по-моему об этом говорил главное не запускать если не запустили это очень немного времени занимает есть другое занятие гораздо более философское вот когда такая форма чтобы ее держать это вот такими большими ножницами достаточно просто они тянутся далеко везде очень удобно а вот держать блюкарпит в таком состоянии в такого возраста ему 20 лет это достаточно тяжело и здесь занятие более философское это ножницы для бонсая но это я правда сам открыл и вот вы ходите вы вечером или рано утром и этими ножницами от бонсая начинаете выстригать все те которые в этом году хотят долго расти и таким образом уже 10 лет он имеет эту форму что в наших широтах мне представляется огромным достижением потому что если вы все делаете правильно за наши 3-4 может быть 5 месяцев все растет с огромной скоростью как в других местах за 10 и завершая тему обрезки которая нам очень нравится и вообще в каком-то смысле то что вот здесь это говорит о том за что мы так любим наш сад прежде всего мы сами это куракао голд это что значит его формировать 20 лет а что самое главное мы сами для себя это впервые заметили в этом году стоило этим заниматься 20 лет чтобы сказать господи мир как ты прекрасен и почему обязательно формовка потому что если бы я его не формировал его бы сломала никогда бы не было вот этого нависания которое ну мне кажется даже у нас японские партнеры есть по-моему даже их можно приглашать и смотреть что в общем совсем неплохо не было бы ни за что сломался бы обязательно формируйте и теперь непосредственно о теневых садах потому что все считают что у нас сад теневой и мы тоже считаем что у нас теневой сад делать теневой сад в России в нашей полосе скажем так дело сильно неблагодарное я об этом всем рассказываю так получилось у нас это вынужденное было но слушайте лето короткое растет быстро все наверх и в общем как бы даже и не успевает набрать красоту тем не менее вот что можно сделать из хостостельбоидусов и волжанки к сожалению град иногда бьет но в остальном в общем красиво а главное что можно цвета любые подобрать и все это цветет здесь абсолютная темень вековые ели вокруг я считаю что любой сад нужно украшать архитектурой но я теперь уверен что самое важное ей украшать теневой сад потому что в теневом саду тяжелее выразиться без архитектуры она очень помогает обязательно скамейка у нас на вечерней прогулке вот это место мы садимся сидим пять минут и говорим все таки наверное мы понимаем что смысл жизни существует делайте обязательно эти маленькие гостиные и в россии можно делать теневые сады и все таки и все таки и все таки и все таки и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не забывайте о том, что не вы для сада, а сад для вас Чтобы этого достичь, надо работать постоянно Но! Это невозможно, если вы не присядете на 15 минут в таком месте Не посмотрите вокруг, не насладитесь этими запахами, формами Всем, что есть И скажите себе, что ты поделишь жизнью прекрасной? Субтитры создавал DimaTorzok И в заключение нашей сегодняшней программы Я хочу поблагодарить владельцев И в заключение нашей сегодняшней программы Я хочу поблагодарить авторов и владельцев этого замечательного сада Инну и Владимира Ширловских за участие в этой программе И особенные слова благодарности я хочу высказать им За возможность провести в их саду выпускной вечер Он прошел в этом году здесь, в этом волшебном месте И это очень здорово, что многие наши слушатели и выпускники Имели возможность побывать здесь, познакомиться с этим замечательным садом И оценить ту степень любви, труда и профессионализма Который их хозяева вложили в его создание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok